Машина интересна тем, что на ней будет работать служба борьбы с оборотом наркотиков. Канализация, да? Да. Там не использовали хоть, нет? Надо что-то идти подальше. Так аккуратно все выдвигается. Так же трансформироваться это все может. А, вон оно как. Да, в спинку. Освещение. Освещение наружного периметра. Так что, ну все, стартуем на границу. Будем контролировать оборот наркотиков. Не контролировать, а пресекать. Пресекать, да, тут и, блин. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Здравствуйте, друзья. Всем привет. Опять я в гостях. Да, в гости. Гирд. Очередную машину хотели бы вам показать. Передвижной автодом для проживания шести человек в полевых условиях. Я вперед немножко забегу. Машина интересна тем, что на ней будет работать служба борьбы с оборотом наркотиков, да? Да, да, да. Это вообще машина для ООН. То есть ООН спонсирует в Кыргызстан автомобиль. Он будет находиться на границе, патрулировать границу и осуществлять работу по пресечению незаконного оборота наркотиков. Автомобиль на шасси Урал полноприводном. Фургон изотермический сэндвич панели нашего производства. И сам фургон, он разделен на два отсека. То есть, в котором люди проживают, да, блок проживания. И отдельно грузовой блок для перевозки оборудования и квадрокоптеров. Они же вроде белые были, нет? Белые, да, белые. Но в основном белые, насколько я знаю, что они в Африку идут, когда мы изготавливаем автомобили на Африку. Здесь вот именно у них такой, может быть, у них какой-то брендбук есть определенный. В общем, нас будут, если смотреть представители спецслужбы, там напишите, как правильно, какие цвета у вас используются. Переходим полностью на оцинкованный надрамник. Заказчикам объясняем разницу между обычным, да, и оцинкованным. Вот. Дополнительно бронирование баков. Такой добротный лист металла. Самая, как бы, грубо говоря, такая опасная зона, да, где может быть во время... Ну, то есть, это не от прострела имеется в виду? Нет, конечно. Ну, от прострела это особо не поможет. Не поможет, да. Ну, и, как бы, автомобиль в любом случае, он не предназначен для этого. Смотрю, судя по выходам, это две печки стоят там внутри, да? Да, это отопитель. Пластиковый инструментальный ящик небольшой и уже отдельный ящик металлический. Ну, то есть, под различные оборудования. Добротный такой, с силовым полом, да? Ух ты, интересно, какого еще не было у вас. Да, люк для обслуживания. Сортира, судя по всему. Туалета, да, до метик. Ага. Слушай, а розетка тут? Это для подключения, вот здесь можете видеть, здесь можно подключать и запитывать водой все. А, насос. Да, насос. То есть, обслуживание происходит таким образом, то есть, все, бак наполнился и как сумку мы отсюда вытаскиваем. Как чемоданчик, да? Да, и пошел довольный, как бы, да. Удобряйте грядку. Да, да, да. Можете посмотреть здесь везде. Камерные стекла, даметик. Да, я смотрю, что окна-то, да. Да, окна, даметик, получается, уже как три в одном, они сразу же идут с москитной сеткой, с жалюзи, универсальные окна. Да, впереди четыре прожектора, сбоку один и с другой стороны, и также сзади. А тут еще грузовой отсек есть отдельный? Да, 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 вот как раз. Слушай, свет сам включился. Ну, да, а вон там автоматически, да? Тут что, будет добро отобрано, конфискованное? Нет, ну, вот здесь как раз квадрокоптер будет возиться. И оборудование. Может быть и добро, конечно, будет какой-то возиться. Но вот попросили отдельно укомплектовать 220-вольтными розетками сразу со встроенными USB. Что-то, то есть, 12-вольтовое будет заряжаться такое. Канализация, да? Да, так, да. Там не использовали хоть, нет? Надо что-то идти подальше. Нет, пока я надеюсь, как бы никто... Еще не успели, да, обновить? Слушай, ну, оцинкованный подрамник вообще классно. Смотрится, мне нравится. Вот, то есть, это подогреваемый слив. То есть, уже дальше шланг подцепляешь, и уже куда-то там, либо в сливную яму, либо еще куда-то, то есть, все производишь. А это жесткая сцепка, судя. Да-да-да, это жесткая сцепка, да. В пенале, в таком. Чтобы отдельно не болталось нигде. Вот, лесенка тоже разработка нашего конструкторского отдела. Такая она, получается, с возможностью, как она трансформера, раз, опускается. Чтобы, когда во время езды не было, как бы, занижение съезда, угла съезда, чтобы можно было... А наверху тоже вещи можно складывать, да? Да-да-да, конечно. Там предусмотрено как раз для хождения, там противоскользящее покрытие. Вот. Ну и по периметру как раз вот ограждение, за которое можно цепляться отдельно, там уже веревками. Вот, кстати, камера заднего вида, можете здесь посмотреть тоже. Я даже не заметил ее, кстати. По-хорошему, конечно, лучше ее ставить куда-то выше. Чтобы меньше грязи было? Да, меньше закидывать ее будут. Ну, то есть какое-то среднее положение, чтобы можно было и протереть, как бы повышенно была находилась. Я так понимаю, как раз тот насос, да? Да, это отдельный насос. Два дополнительных топливных бака и как раз сливной вот как раз шланг. Вся вообще внутренняя система запитывается за счет генератора. Но питание идет не напрямую от генератора, а через аккумуляторные батареи гелевые. То есть стоит инвертор, стоят несколько дополнительных аккумуляторных батарей в салоне. И которые уже, через них идет питание всего оборудования. И когда необходимо, когда заканчивается заряд на этих аккумуляторных батареях, дополнительно включается генератор. Он автоматически включается? Да, он автоматически включается, либо можно... А он на ходу включается? Вручную. Не-не-не. Специальными панелями, я смотрю, сделали, да, этими температурными? Ну да, это как раз в блоке, где тепло. Азбестовая или какая-то правильная плита. Или как раз обдув идет в ту сторону. Вот. Все на салазках. А он выдвигается? Да, если, допустим, ну жарко, чтобы был дополнительный обдув. Все на салазках, то есть смотрите, может, как аккуратно все выдвигается. Все, и вот он в таком режиме также может работать. А, то есть он работает? А дверь, я так понимаю, фиксируется? Да, Т-образный замок, чтобы если ветер, либо еще что-то... Здесь, в данном случае, дизельный, можно бензиновый. Это дизель, да? Какие-то, что дизельки маленькие стали, приятные тоже. У меня где-то дома лежит генератор 2-х киловаттный. В свое время его купил, практически не использовал. Ну, он как резерв у тебя. Да, я увидел твой и вспомнил сразу. У меня была ситуация просто, на двое суток отключали электричество. А, и там, чтобы отопление там газовое... А поскольку система отопления, да, вся завязана была раньше на насосы, пришлось купить генератор. После этого я в корне систему отопления пересмотрел, она теперь работает у меня самостоятельно, без насосов. Все, она теперь уже в автономном режиме работает. По старой, как бы, это... Народной схеме, самотеком. Ага. То есть здесь два бака на 300 и на 210 литров, в общем, объем там чуть больше 500 литров общий. Так, ну, что, вовнутрь пойдем тогда? Во! Совсем другое дело. Сразу с центральной панели все подключили. Внутри фургон изготовлен из пластиковых панелей. То есть они более благоприятны для нахождения людей. Их проще мыть, как бы, за ними ухаживать. Различные вариации, возможно, то есть и цвет, и материал. Ну, вообще, возможно, обшивка стен различными специальными декоративными панелями. Вот, как я сказал уже ранее, что автомобиль призначен для проживания шести человек на несколько дней. Какие-то минимальные тут соблюдены условия для комфорта. Это телевизор. Над телевизором находится эта камера видеосвязи с водителем. Отдельно везде ящики для каких-то вещей личных. Вот, с фиксаторами транспортного положения. Кондиционер трехкиловаттный. Тавтоклима собирается в России. Как бы с ним сейчас, в данный момент, проблем не особо ощущается. Все вроде, все в порядке. Везде розеточки 220 с USB. Стол с возможностью его ушей укладки. Ну, чтобы больше было свободного места. Вот, снизу выкатные системы под ящиками. Вот, ну и каждый ящик, то есть каждый отдельный ящик на выкатной системе. И сверху еще можно открыть сверху. Да, да, либо сверху, либо так. Спальные места изготовлены из искусственной замши коричневого цвета. С прострочкой. Вот, хороший материал износостойкий. Не марки, легко моется. То есть влагу не впитывает. Вот, так же трансформироваться это все может. А, вон оно как. Да, в спинку. Шикарно. И защелкивается, да? Да, и все вот фиксируется. Здесь уже можно, как в таком положении транспортом, находиться. Вот, чтобы меньше места занимало. Ну и так же, по сути, все они могут. Вот, как я тоже раньше говорил, что окна Дометик сразу со встроенной москитной сеткой. То есть довольно-таки удобно, не надо что-то отдельно возить. Вот, производство Германии сейчас есть как бы некоторые проблемы. Но я так полагаю, что сейчас эти проблемы уже решаются. Время покажет, но я думаю, как показывает практика, когда мы покупали белорусские креветки. То есть через Турцию, наверное, все будем покупать. Ну да, 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 я думаю, да. Вот, освещение здесь диодное, диодная лента. Это машина для проживания людей. Вот, соответственно, здесь спальная зона, туалет-душ и зона для приготовления пищи. Вот, здесь также. Ну, здесь уже такой технический блок небольшой. Вот здесь, да, бак. Все управление и все датчики сводятся вот в эту единую панель управления. То есть здесь мы можем видеть, как основное питание, это подключение автодома, ну, условно говоря, как масса автодома. Освещение. Освещение наружного периметра, как мы показывали. Ну, вентиляция включена, то есть условно вентилятор. А, ты нажал, включил. Да, ну, сейчас, конечно, перебои идут, потому что машина сейчас не запущена. Вот. И здесь уже запуск электрогенератора. Так, зажигание, старт, включение водоснабжения, то есть насоса, подачи воды и закачки воды, то есть можно все это снаружи, ну, и изнутри все делать. Вот. И отдельно включать, если какие-то отрицательные температуры за бортом, это подогрев слива. То есть в данном автодоме предусмотрена работа, если там мы работаем в отрицательных температурах. Вот. И также управление автономными отопителями, которых здесь два. Слушай, а там внутри что? Так, ну, здесь как бы, здесь как раз аккумуляторные батареи, вот эти две гелевые. Вот сам инвертор маповский. Это вот он пищит что-то. Да. Ругается, дайте мне электричество, наверное. Ну, да, он сейчас показывает, что сейчас вот только питание идет от ТКБ, то есть сеть не запитана, да, то есть тут как питание может быть от генератора, так и от внешнего ввода. Так, ну, вот, грубо говоря, кухонная зона. Основная с электро-жарочной панелью, микроволновой печью. Отдельно снизу отсек для дополнительной какой-то посуды и для приборов столовых. Слушай, вы эту мебель, это вам на заказ все делают, да? Ну, у нас есть, да, сотрудник, который работает и как раз занимается изготовлением вот этой мебели. А, то есть у того, мы под заказ в любом случае, ну, то есть у нас, ну, то есть к нам уже, конечно, приходит и нарезанная, и мужу у нас, там, наш сотрудник собирает. Дорабатывает. Дорабатывает, да. Вот, сверху тоже дополнительный полк, ну, в принципе, как дома, да, домашний, как бы такое все. Шикарно, скажем так, не у всех дома так даже бывает. Вот, ну, это сама вытяжка, вентиляция. Тоже, в кухне могут быть различных цветовых решений, да, и материалов, вот. Ну, здесь тоже под посуду. Отдельно получается вот уже умывальник, горячая-холодная вода. Вот, отдельно бойлер стоит на подогрев воды, на, по-моему, на 100 или 50 литров, надо сейчас посмотреть. Вот, холодильник, ну, то есть как раз, ну, на несколько дней тут спокойно можно прожить, даже из компании с шести там мужиков, то есть, в принципе, здесь спокойно, без проблем можно прожить. Отдельно ящик тоже, ну, просто для, до полки для различного оборудования, для каких-то запасов пищи, провизии небольшой, да, и отдельно ящик, это сейф, сейф для оружия. А, вот, ключ он здесь находится, поэтому не будем открывать. Оружие внутри нет, ну, пустой. Ты верите на слово? Да. Вот, дальше мы идем, это, грубо говоря, что мы поспали и покушали, это у нас туалетная комната, вот, с отдельным отсеком. То есть, все диодное освещение. Вот, здесь получается туалет, дометик, само положение может двигаться, он может крутиться. Пол везде в автодоме, официальный линолеум. Ну, здесь, ну, кафель, я смотрю. Здесь у нас, да, здесь у нас мозаика, вот, с отдельным отсечением для душевой зоны. Здесь находится сам блок, сам нагреватель. Насосное оборудование. Ну, и здесь вот разводка, видите, с другого блока для отопления сюда. Шикарно. Считаю, что в любом случае, там, провести таких несколько дней в таком автомобиле, тут проблем никаких не будет, и люди будут чувствовать себя как дома. Учите, здесь отдельный фиксатор, чтобы во время езды не открывалось. Здесь также фиксатор. Это вы уже прикрутили? Да, это уже дополнительно. То есть, это же стандартная полна, да? Ну, да, да, дополнительно оснастили уже фиксатором. Вот, отдельно для жидкого мыла, для туалетной бумаги. И вот, как бы, получается сама вентиляция. Она тоже с этим, с вентилятором? Да, 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 дополнительно, да, вентилятором строится для откачки воздуха. Вообще, когда изготавливаем вот такого плана дома, сейчас используем 3D-визуализацию. То есть, у нас идет моделирование автодома, вот, 3D. Если заказчик желает, то можем вообще сделать полностью визуализацию, вплоть до того, что будут, как, условно говоря, вот как будто мы сейчас уже готовы автомобили изготовили и сфотографировали. То есть, полностью работа дизайнера будет, все визуализироваться, и будет клиент уже видеть, как все в реальности будет. И потом уже на основании этих визуалов делаем, как бы, полностью готовые автомобили. Это классно, это правильно, это позволяет многих ошибок избежать. Да, да, да. То есть, и смотрим сразу, где могут быть какие-то тонкие места, и уже заказчик видит, что реально получится. И самое главное, что вот здесь, как бы, стирается вот эта грань непонимания между конструктором, да, и конечным заказчиком. Потому что очень часто бывают на какие-то вещи конструктор со своей стороны смотрит, а заказчик смотрит со своей стороны. И какие-то вещи нельзя сделать, какие-то можно, да, и поэтому... Да, все люди, все мы разные. Ты вот этот ящик не показал. А, ну это вот основной для верхней одежды ящик. Вот, для головных уборов, да и для обуви. Возможно, вообще, такие автомобили оснастить уймой различного оборудования, то есть, начиная там со спутников МТВ, солнечными панелями. А у нас был же такой автодом. Да, такой был. Автодом был. А, ну мы-то наверх лазили. Автодом для олигарха ролик назывался. Правда, тоже там диванные эксперты написали, там, что-то вот пишешь для олигарха. Ну, там была спутниковая антенна, помнишь, там управляли? Ну, то есть, комплектации разные будут. Автодома это вообще не серийная абсолютно техника, то есть, она прорабатывается именно под заказчика. Я видел такую машину первый раз, когда ездил в Челны. Команда КамАЗ Мастер там, ну, встречалась с прессой. У них такой автодом был, и мне тогда рассказали, что его сделали в Чехии. Вот, ну, у вас вообще, я скажу так, ничуть не хуже, может быть, даже лучше. Следующий автодом КамАЗ Мастеру у вас будет заказывать. Ну, ну, должен покрыть. Да-да-да, посмотрим, как они будут участвовать. Ну, хотя они каждый год там выигрывают. Вот, поэтому, да, было бы интересно изготовить как раз для них автодом. Как и раньше изготавливали в основном только вот какие-то бюджетные, да, такие автодома, такие более астетичные, где обычные рундуки, там, ну, небольшой набор оборудования для приготовления пищи, там, вплоть до туалетов, там, даже особо там не было. Вот, сейчас вот эту новую нишу уже несколько, ну, там, больше трех лет, и уже подошли маленько на другой уровень. Потому что здесь маленько другая типовая работа идет, да, с заказчиком, и вообще для изготовления автомобиля. Вот. Ну, понятно, одно дело серию клепать, а другое дело индивидуальный, как бы, заказ. Ну, у нас, в принципе, в основном вся техника, это все индивидуальный заказ идет, потому что те же самые мастерские, да, какие-то АНРВ, пармы, они все также идут под конкретные нужды и под конкретный набор оборудования. Ну, единственное, это вахты и автобусы нашей серии Берлога более-менее стандартизованы, да, в плане того, что есть несколько видов комплектации, ну, как их на самом деле очень много, потому что мы те же самые вахты и автобусы можем сделать, как с бортовой площадкой, с КМУ, с грузовым отсеком, то есть различные вариации, да, поэтому, ну, именно по салону более-менее что-то, как бы, вот, более, больше похоже на стандарт, да, в плане количества сидений, видов сидений там. Ну, то есть начинают. Ну, берлога, вахты, потом машины с манипуляторами более-менее похожи, там только от манипуляторов будет зависеть. Ну, да, ну, бортовые, да, да, бортовые. А эти, тут прям такая полная работа, полный цикл. Сейчас КД выдается на такие более-менее стандартные позиции очень быстро. То есть раньше это затрачивалось, там, от нескольких дней до нескольких недель, сейчас на такие простые можно, там, за полчаса выдать производство. Иван, давай тогда уж, коль, ко времени изготовления подошли, сколько времени на такую машину надо? Ну, вообще, такие автомобили изготавливаются, ну, основное, это в любом случае, это комплектация, но в среднем от полутора месяцев, вот так вот, то есть, ну, и в зависимости от комплектующих, да, могут они там с задержкой, да, с какой-то быть. То есть, ну, сейчас в среднем, наверное, 2-3 месяца, вот так вот, можно брать за это. А если убрать задержки по комплектации, грубо говоря, от момента согласования клиентам, вот до изготовления, если все есть. Ну, вот, условно говоря, 30-40 дней. 30-40 рабочих. Да. Слушай, а вы не выезжали никогда клиентам, которые уже эксплуатируют ваш автодом, надо проситься куда-нибудь в Сибирь, знаешь, какого-нибудь этого товарища, кто-то на рыбалку ездит на автодоме, и снять обзор там. Но было бы интересно. И реклама была бы классной, да, это от непосредственно человека, кто приобрел машину. Я думаю, он с удовольствием бы рассказал. Да, конечно, конечно. Сейчас очень сложно, как бы, говорить стоимости, потому что все очень меняется динамично. Присылайте запросы, техзадания, да, какие-то хотелки, с радостью вам посчитаем сюда комплектацию, прикинем, да, подберем нужные вам шасси. То есть не только мы можем там на Урале, на КамАЗе, можем также использовать иномарки, и можем также и БУ-технику, да, взять в работу. Допустим, если у вас есть какая-то старая техника там, и вы хотели бы на ней сделать какую-то там определенную настройку, можем ее использовать. Поэтому просчитаем, проработаем. Все контакты на сайте gear.ru. Да, gear.ru и в наших соцсетях. Ну, вот как раз это какого ресивера, на котором должна быть запись вестись. Да, это ресивер, то есть вот она камера, причем такая серьезная камера, и вот такой вот ресивер здесь. Видно тут выход флешки, ключ, то есть просто так туда не залезешь, он защищенный какой-то. А, вот, вот, и вот видео, да? Все. Привет! Привет, кабина вызывает. Слушай, как это, на космической станции как будто. Ну да, единственное, как жалко, что я не вижу. А, ты не видишь, то есть тут нет камеры, да, получается? Ну, я думаю, это тоже решаемо, наверное. Ну, я думаю, это, скорее всего, требование такое, почему? Ну, чтобы не отвлекать водителя от езды. А, тоже верно. Ну да, чтобы на дорогу смотрел. Так что, ну все, стартуем на границу. Давай, будем контролировать оборот наркотиков. Не контролировать, а пресекать. Пресекать, да, оттуда, блин. Да, туда, да. В общем, благодарим вас за просмотр. Комментарии, лайки, как обычно, ну, как положено в Ютубе, да? Подписывайтесь на канал, пишите какие-то вопросы, комментарии. Если кто-то эксплуатирует вот именно автодома производства завода спецтехники ГИРТ, было бы очень интересно услышать ваше мнение, отзывы. Да, до новых встреч. Так что, ждем вас еще в гости. Будем звать обязательно. Будем снимать интересные машины. Все, до свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин